В онлайн-формате в это непростое время проводятся все заседания, совещания и встречи на уровне администрации муниципалитета. Нынешняя конференция была посвящена ситуации с COVID-19 и работе медицинских учреждений в период пандемии и организована по инициативе Совета депутатов Ленинского городского округа. В ней приняли участие глава Ленинского городского округа Алексей Спаский, его заместители, депутаты, а также главный врач ВРКБ Бутай Бутаев и его заместитель Елена Зинатулина. Необходимость проведения сегодняшнего видеосовещания у нас обусловлена тем, что очень много вопросов поступает со стороны жителей. Все вопросы мы, поступившие от вас, проработали. Данный список вопросов из 16 пунктов накануне конференции был передан Бутаю Бутаеву. Большую часть ответов на которые он дал сам. По первому вопросу, как обстоят дела с обеспечением средств защиты сотрудников. Понятно, что не раз уже об этом говорил, что очень большой расход этих средств. Сейчас такого глобального дефицита у нас нет, и права у нас не было и нет. То есть всем, кому необходимы эти средства, мы выдаем. Бутай Бутаев также озвучил оценку готовности к пандемии стационара и амбулатории округа. Рассказал об укомплектованности штатам, обеспечении медикаментами и оборудованием. ИВЛ-дефицит это везде. Частная клиника подарила два ИВЛа. Ну, конечно же, не новых, но, по крайней мере, мы можем их использовать. Опять-таки, администрация во главе с Алексеем Петровичем перечислили деньги. Министерство, надеюсь, когда они до нас дойдут, мы еще пополним количество этих ИВЛ. Ежедневно в Ленинском городском округе делается до 300 тестов на COVID-19. Тестируют в первую очередь тех, кто находится в зоне риска, вернувшихся из-за рубежа, контактирующих с больными, в том числе медиков. Об этом рассказала заместитель главного врача по поликлинической части Елена Зинатулина. Также она предоставила информацию по временному размещению узких специалистов взрослой поликлиники в детской. Онкология, химиотерапия тоже, значит, будет проводиться там на базе детской поликлиники. Врач-онколог, который необходим анализы, назначает на дом, и специалисты выезжают на дом. Далее главный врач ВРКБ ответил на вопросы, которые участники конференции задавали онлайн. Очень много вызовов, и очень много людей хотят, чтобы к ним пришел врач по разным причинам. У кого-то 37, он паникует, у кого-то 39,9, и он с этим там в панике. Что людям делать или не делать, ни в коем случае, самим? Сидим, ждем врача. Максимум, что можно сделать, это сбить температуру с доступными средствами. Мы обязательно придем. Неотложная помощь у нас сейчас работает до 10 вечера. Был задан вопрос и о переквалификации ВРКБ под специализированную больницу по коронавирусу. Бутай Бутаев сказал, что пока никаких указаний не поступало. Но в случае приказа министерства, руководство больницы займется этим вопросом. Многие участники конференции передавали пожелания врачам. Здоровье, сил, чтобы как можно быстрее выйти победителями из войны с COVID-19. Татьяна Брылова, Максим Козлов, Сергей Ларин, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Спасибо. Спасибо. Кабаратурная, которая...